О том, как мечтали настоящие футбольные площадки воспитанники первой школы-интерната, лучше всяких слов могут рассказать вот эти мячи на крыше трёхэтажного здания. В азарте не всегда рассчитаешь силы. Футбол здесь любят, и мечта сбылась. Почти три недели во дворе школы шли монтажные работы. Новое поле для мини-футбола соответствует всем профессиональным стандартам. Такой щедрый подарок ребятам сделала нижегородская компания «Оргхим». Здесь же и дренаж, и основа, и песок, и щебень, и ковёр сверху. Поэтому верхнее покрытие – это только то, что уложено. Здесь, собственно говоря, ковёр клали несколько дней, а остальное делали две недели. Поэтому здесь вопросом выдержит любой дождь, как говорится, снег и всё остальное. На открытие футбольного поля приехали подопечные фонда «Жизнь без границ», так называемые трудные подростки, и даже футбольные звёзды первой величины. Чемпионки России, игроки клуба «Норманочка» и участники плей-офф Суперлиги России, члены мини-футбольного клуба «Торпеда». Когда столько футболистов собираются в одном месте, всегда получается игра. Я надеюсь, что вы проведёте здесь очень много радостных, счастливых, весёлых часов, я бы так сказал. Играя, осваивая эту игру, радость победам. Для первого турнира на новом поле гости и хозяева делятся на шесть команд. Игра идёт по всем правилам, со строгим судейством. «Атака! Нижград забивает!» Раньше здесь был песок, ну не то что песок, а земля твёрдая. При приземлении на локоть, на колено появлялась рана. А сейчас, думаю, будет более удобней. Мне нравится, газон мотивирует, хочется играть. Хорошая игра идёт, ну пас хороший, там красивые голы залитают, бегать удобно, мяч плавно катится. Это прям такое счастье, радость, мне кажется, провести здесь открытие такой замечательной площадки. Я очень рада побывать здесь и поучаствовать в этом мероприятии. Болельщики горячо поддерживают игроков. Сегодня соперников нет, все свои. Ритм задают Лусь-Наш и Лосяня. С их лёгкой руки тут же организуется группа поддержки. Это наши новые возможности. С таким полем будет легче выиграть соревнования любого уровня. Футболисты, дети, которые занимаются футболом, рады и они готовы заниматься ежеминутно. Это здоровый образ жизни, это правильная осанка, это стремление, это возможность найти себя, если где-то что-то не получается, а в футболе всё хорошо. В турнире победила команда с символичным названием «Команда 800», обойдя команду с не менее символичным названием «Барселона». Всегда бы так. Лучшие игроки турнира тоже получают заслуженные награды. Владимир – лучший вратарь турнира. Алексей – лучший нападающий. Александр забил самый крутой гол. Общее фото на память, приглашённые звёзды и, возможно, будущие звёзды футбола, которые вырастут здесь, на этом поле. Ведь теперь ребята могут тренироваться хоть каждый день. Дети будут радоваться. Это площадки. Каждый, наверное, в душе хотел, чтобы им построили здесь игровое поле. Они хорошо играют, все хорошо подготовлены для своего возраста. Праздник заканчивается пикником на свежем воздухе. Аппетит игроки и болельщики нагуляли отменный. Впереди летние каникулы и, конечно, много спорта и футбола. Ирина Стефанюк, Максим Веселов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова